Он помнит тебя Он знает И ты в этих ситуациях Совершенно ненадолго Ненамного Просто ты должен пройти эту долину Ты должен пройти эту пещеру И не оставаться там Господь превознес Слово Своё Превыше всякого имени Своего Поэтому пусть всегда Слово будет для нас Первым основанием И от Слова всё остальное Я слушала в начале открытия Пастор Максим проповедовал Из Слова Божьего Из учения Давида Который в пещере Получил откровение от Господа Как молиться И после этого мы с ним общались Я говорю, слушай Несколько времени назад Я получила откровение на это место Ты мою взял в мысль Но я хочу её продолжить Потому что Это учение Давида Не заканчивается только на одной голове Он показал пастору очень ярко Что он был в унылом духе Со всех сторон враг его обступил И имея такие великие Божие Драгоценные обетования Вдруг он попадает в такое гонение Такую травлю И он там унывал Он выходил из этого состояния И вы знаете Я хочу дальше Чтобы мы продолжили эту мысль Я буду говорить чётко Сжато и ясно Чтобы у нас ещё Осталось время для молитвы Вы когда-нибудь молились Словом Божиим? Вы знаете Это самая эффективная молитва Молиться Словом Божиим Когда мне трудно Я просто открываю Слово Божие Или начинаю петь Из Слова Божьего Хоть я не певица Или я начинаю Просто провозглашать Потому что Слово Божие Написано конкретно для меня Оно написано конкретно Для каждого из нас Поэтому дружить Слиться с Ним Войти в Него Прибыть в Нём И Господь говорит Я с тобой прибуду И поэтому очень легко молиться Когда мы не знаем О чём молиться Мы молимся Духом Он знает о чём молиться Но в то же время Когда мы молимся И не знаем о чём молиться Открой Писание И Писание научит тебя Молиться Молись Писанием Потому что Оно лично для тебя Однажды у меня был Очень большой страх Это было в Алмате Где-то в 80-х годах По радио Объявили, что будет землетрясение И я страшно Как-то напугалась Я про всё забыла Что Господь дал нам Не дух страха и боязни От духа любви Силы и здравого смысла Целы мудря И сказали К пяти часам Выйти всем на улицу Потому что сейчас начнётся Ну я на всякий случай Новый сервиз японский На пол поставила Из серванта На всякий случай Вдруг Чтобы не расколотился И я папу старца Вывела на улицу С детьми По пути я ещё соседей Вывела И проповедую Если что случится Кайтесь сейчас Потому что Господь являет милость Я вышла туда И там На этом месте Я долго ждала Как тот Иона Который смотрел Ну когда же будет Разрушение Неневи Разрушения не произошло Землетрясения не было Но дух страха Зашёл в моё сердце Я допустила это И как мне было Выйти из этого состояния Я пришла домой Чем-то там занимаюсь И всё А вот А вдруг сейчас А вдруг сейчас Я сидела Размышляла Слово Божие Вот как будто Как будто Как бы всё Оцепенело Но не идёт ничего Вот этот дух страха Сковал И никак И вдруг я слышу Что в той комнате Где стоял сервант С этой посудой Вдруг как будто Как кто-то Кулачищем По всей-то стопке Тарелок Как шандарахнет И все осколки Полетели Я уже увидела Что тут что-то не то Потому что Страх допустил И открыл Дверь для дьявола Этот бес какой-то Я зашла Распитая посуда Что делать Уже вечер Все улеглись спать Я смотрю в окно Весь безбожный мир Спокойно спит А праведник Не может уснуть Мучается В своей праведной душе Смотрю на потолок И не вижу небес Вижу как он спускается И сейчас накроет тебя И что меня вывело Из этого состояния Друзья мои Слово всемогущего Бога Господь сказал Открывай слово И утешайся словом моим Я открыла писание Я стала читать салмы И когда я стала читать Там в каждой строчке А я знаю Господь мой Утешение И скала И крепость И надежда И упование И вы знаете Все Все Любовь Божия Изгнала весь страх Бесуместа нет Все спокойно Осколки выброшены Но я научилась Что в самые трудные моменты Самое важное И сильное Обратиться к Писанию Потому что мы Через них имеем спасение Иисус сказал Заблуждайтесь Не зная Писаний А они свидетельствуют Обо мне Поэтому углубляться Внедряться И познавать И познавать Через Писание Господа Воля его Это воля его Итак Учение Давида В пещере Со всех сторон Обложил враг Внемли воплю моему Я буду очень быстро Проходить Почему? Потому что Раньше не писали Так чтобы по главам Разделяли Там вот все Учение Давида С 141 Псалма До 150 Оно Одной Конвой проходит Это учение Давида И я когда стала читать Это учение Я увидела Там Такую картину Такое учение Господи мой Господи На тебя уповаю И Господь Как выводил его Из этого состояния Как он его научал Это учение Есть начало И есть заключение Есть финал Итак Находится он в темнице Как он говорит В этой пещере Хочу сейчас Чтобы каждый перенимал Это слово На себя У нас часто бывают В жизни эти пещеры Куда сатана Загоняет нас И он хочет Чтобы мы там остались И вообще Косьми пали там Но Господь пришел Чтобы освободить Измученных Высвести Из этих долин Из этих пещер Чтобы дать человеку Увидеть простор Вывести на пространное место И так Господь Начинает Выводить Давида Это учение Церковь Мы должны знать это Чтобы в трудных ситуациях А этих пещер Сейчас так Сатана много Понастроил Куда ни глянешь Кругом эти пещеры И сидят там Стонут И воют Несчастные души И к сожалению Часто мы Христиане Туда попадаем Итак Он сидит Смотрю по правую сторону Никого нет Враг сильнее меня Выведи из темницы Душу мою Вокруг меня Соберутся праведные Когда Ты явишь мне Благодеяние Вы знаете Я где-то себе Записала И положила В своей Библии Один человек Прочитал Говорит Странно пастор Какие записки У вас лежат А я написала Не буду общаться С подавленным Человеком Вы что это Я говорю Общаться Это разделять Мнение Отношения Иметь общие интересы Подавленность Это не дух Божий Но я буду общаться С подавленным Чтобы поднять его Оттуда Но я не буду Принимать его Влияние на себя Потому что Я не хочу быть Депрессирован Я не хочу быть Подавленной Я хочу быть Горящей Светящей Всегда Радующейся И во всякое время Какой бы не было Славить Господа И чтобы во всякое время Одежды наши Были светлые Потому что Мы не знаем Когда Господь придет И Он найдет Те которые Со светильниками Горящими А не коптящими Как много копчения У нас Как много этого Сероводорода Углекислого газа Из нас выходит В трудных Пещерных состояниях Итак Слушайте Дальше 142 Псалом Он продолжает еще Ропот продолжается Враг преследует Душу мою Втоптал в землю Жизнь мою Принудил меня Жить во тьме Как давно умерших И уныл во мне Дух мой И онемело во мне Сердце мое А теперь Пожалуйста Обратите внимание Где пошел Поворот У Давида Изменить свое Отношение Следующий стих Вспоминаю Дни древние Размышляю О всех делах Твоих Рассуждаю О делах Рук Твоих Простираю К тебе Руки мои Душа моя К тебе Как жаждущая Земля И так Поворотом Из этой пещеры Выйти из этих Ситуаций Обстоятельств Из всего Он стал вспоминать То время Когда Господь был Я учила Библейской школе И говорила Не забывайте Не забывать Писание Не забывать Милости Божьи Видеть это Говорить это Провозглашать это Вы знаете Вспоминая Вспоминайте В этот момент Что до этого времени Господь хранил тебя До этого времени Он делал для тебя Необыкновенные вещи Просто вспомни Что ты Ивил И получил От Господа Благость Давид вспомнил Он вспомнил Историю Израиля Как тот выходил С чудесами и знамениями И Господь был с ним всегда И не оставлял его Он вспомнил Как он победил Того Голиафа Он вспомнил Пророческое слово Которое было сказано В его жизни Он остановился И стал рассматриваться Он стал размышлять Он стал представлять Эти картины Победной жизни Во Христе В Боге своем И это стало Его поднимать Дорогие друзья Это учение И мы должны его принять Это работает Это друзья Помогает Если кто-то переживал это Тот знает Что это точно так И если кто еще не переживал Остается еще в печерах своих Неудач каких-то Начни размышлять Что имя твое записано В книгу жизни Радуйтесь Потому что имена ваши записаны В книге жизни Не тогда Когда кошелек наполняется Когда имя записано Оттуда все придет Я сейчас приглашаю Чтобы небеса Открылись И чтобы дождь благословений Одождил нас Я дорогие телезрители К вам обращаюсь Если ты сейчас В трудных ситуациях И каких-то Пещерных условиях Господь тебя Вызывает Оттуда выйти на свободу Будь внимателен И следуем дальше Итак Он говорит Следующее Простирай руки мои Укажи мне путь По которому мне идти Он просит Как же мне сейчас Выйти из этого Я вспомнил Эти хорошие Переживания Бога Как мне дальше двигаться И Господь говорит Следующим Псалме Ему Откровение дает Благословен Господь Твердыня моя Научающий руки Моей битве И персти Мои брани Милость моя И ограждение мое Прибежище мое И избавитель мой Щит мой И я на него Уповаю Халилуя Итак Он научает Его руки брани Ты должен встать И сказать Нет Я выхожу из этого Господь не призвал меня В этих ситуациях Оставаться Он не призвал меня Унывать Он сказал мне Не роптать Потому что все Работники Они все Пали ко сми Они просто так и не вошли В обетование Божие А Господь нам Всем предоставил Великие и драгоценные Обетования Через которые мы Познаем Господа Он хочет приблизиться Поэтому Начинай Творить Духовную брань Противостойте Твердую верою И убежит от вас Это орда Дьявольская Она всех окружает Она ищет Кого поглотить Когда ты ищешь Какую-то вещь В доме потерял Ты начинаешь Очень усиленно искать Вы знаете Все сосредотачивать На то Чтобы найти Вот сатана Также ищет Нас Сосредоточено Где бы найти Уловку Куда попустить Свою стрелу Противостойте Научает руки Твоей брани Господь Дал тебе Оружие Противостоять Всем силам Тьмы И дальше Он вдруг видит Что Господь За него не против Что есть человек Что ты знаешь О нем И сын человеческий Что обращаешь На него Внимание Обращает Господь На нас Внимание Господь Помнит нас Благословляет Нас Благословляет Дом Израилев Благословляет Дом Аронов Благословляет Великих и малых Благословляет С наследием нашим Аллилуйя Слава Господь Он помнит тебя Он знает И ты в этих ситуациях Совершенно ненадолго Ненамного Просто ты должен Пройти эту долину Ты должен пройти Эту пещеру И не оставаться там Он научает Руки твоей брани Итак Учение Учение Давида О молитве Приходит дальше Итак Дальше После этого Вдруг У него Уверенность Приходит Он говорит Божий Девятый стих Новую песнь Воспою тебе И на десятиструнной Псалтыре Воспою тебе Дорующему спасение Царям Избавляющего Давида Раба твоего От лютого меча До этого Он тут втоптанный В грязь Как не шедший В могилу И не скрывая Лица от меня Чтобы не уподобился Нисходящим могилу Все Конец И вдруг Он новую песенку Запел Это истан Для того Чтобы не роптать Но чтобы благословлять И прославлять Господа Запомните Используйте Всякий шанс Ваших трудностей Этого времени Это просто шанс Чтобы открылись Небеса для вас Дорогие Давайте принимать Слово Учение Иисуса Креста Пришедшего Во плоти И нам Господь Словом Своим Учит Начинай петь Песнь новую А я знаю Что искупитель мой жив А возлюбленный мой Принадлежит мне А я ему Вы знаете Просто Я стала видеть Что здесь Какая-то идет музыка Симфония Из вот этих Унылых Аккордов Депрессивных Я вдруг увидела Что что-то нарастает Что-то увеличивается В этой божественной Гармонии И так И после этого Как только он запел Пророческое слово Сходит на него Посмотрите Что он говорит Да будут сыновья наши Как разросшиеся растения В их молодости А сам сидит в пещере С сыновьями Отступниками Они бы уже там окружали Все Бродяги И должники Дочери наши Как искусные Из военные столпы В чертогах Он стал видеть Это уже пещера Закончилась Он в этой пещере Увидел свет в туннеле Он запел песню Он увидел Благословение Он увидел Наследие свое Как много Я сейчас беседую Консультирую И я вижу Как многие Страдают В своих Семейных Обстоятельствах Они не видят Своих детей Они не видят Что сыновья Как кедры На Ливане Они не видят Что дочери Как столпы Из военные Они видят Другое Что ты видишь Сегодня Что ты видишь Или ты остаешься В этом унылом состоянии Или вдруг Свет у тебя появился Начинай говорить Этот свет Божий Да будут Житницы наши Полны А там сам сидит Голодный Обильный Всяким хлебом Да плодятся Овцы наши Тысячами И тьмами И напажить их наших Да будут волны Наши тучны Да не будет Ни расхищения Ни пропажи Ни вопли На улицах наших А сам вопил Блажен народ У которого Это есть Блажен народ У которого Господь есть Бог Вы видите Все поменялось Он начинает Уже Пророческое слово Говорить В жизнь И судьбу Свою И своего наследия Господь велик Итак Вы слышите Шаг за шагом Уныние Переходят Вспоминаю Вспомни Откуда ты не спал И Господь тебя поднял Вспомни Вспомни С какой грязи Он вытащил тебя И меня Я вспоминаю И говорю Господь Бог мой твердыни Моя на который Не оставит Души моей ваги Не оставит Меня в этой пещере И ты начинаешь Это слово Чтобы оно В тебе Преобразовывалось Оно становилось Реальностью Плотью Но для того Чтобы стать плотью Тебе надо Это слово Просто Просто взять Сердце И его провозглашать И говорить его Чтобы его видеть Что ты видишь сегодня Если я говорю Что мои дети Как разросшиеся Кедры То они Такими будут Если я вижу Что мои дети Они Идут вниз Что ты видишь И что ты говоришь И будет тебе Что не скажешь Итак Поменять образ Мысли Поменять отношения Поменять взгляд Господь Твердыня твоя Не поколебрись Вовеки И он это уразумел Что устав Все-таки Даны для того Чтобы словословить Господа Он где-то там сказал Что ты унываешь Душа моя А я буду Славить Господа Как бы не надо Сейчас С душой своей Она такие эмоции тебе Это такое Она тут Самосожаление Оплакивание Придумает Что слезами Зальешься Не от помазания А просто так Самооплакивая Свою судьбу И участь Не делай этого Итак Вот эти места Вот оно Богом созданы Для одной цели Сладкая Но никак не горькая Не может оттуда То и другое Смесь Она всегда противная Всегда хочется Вырвать Потому что Чистая Неповрежденная И он говорит Вот О устах 144-й псалом Это следующий этап Учения Когда выйти В молитве Я буду быстро Проходить Он говорит Буду возвещать Тебя Боже Буду благословлять Тебя Всякий день Хороший Плохой Буду благословлять Тебя И восхвалять Тебя Велик Господь Буду возвещать О могуществе Твоем Я буду размышлять О высокой славе И величии Твоего Обнови Дух ума Моего Буду говорить О могуществе Страшных дел Твоих Я буду возвещать О величии Твоем Буду провозглашать Память великой Благости И воспевать правду Твою. Да славят Тебя Господи, да проповедуют славу Твою и повествуют о могуществе Твоем. Посмотрите, все меняется. После того, как новую песнь запел, пророческое слово пришло. И он уразумел, что сейчас вот это место должно провозглашать, проповедовать, говорить. Это что-то делать вслух. Потом в других словах написано, а я громко устами моими буду славить Господа. Не тихо, а громко. Почему громко? Потому что ты средотачиваешь себя, утверждая, возвещать это, торжественно заявлять. Это говорить, что благ Господь и нет неправды в нем. Слава Господу! Мы должны научиться говорить как слова Бога. Говорить. Если кто говорит, то говори как слово Бога. Правда? Это так написано. Иисус учит так. И после того, как ты эти вещи делаешь, для чего проповедовать и говорить? Чтобы дать знам сынам человеческим о могуществе твоем и о славном величии царства твоего. Ты сегодня человек влияния. Ты сегодня благословение. Как вчера Андрей пастор Кищенко проповедовал. Ты благословение. Из тебя реки воды живой. Ты дашь хлеб, чтобы дать сынам человеческим о могуществе и величии его. Чтобы сосед твой не видел тебя унылым. Потому что он сам унылый. Он скажет, все одинаковые. Что в церковь идти? Он же знает, что ты в церковь ходишь. Каждое воскресенье. А унылый дух сушит кости. Да пусть он увидит тебе жизнь, которую ты должен возвещать, преподносить. Чтобы видели окружающее. Будь образцом для подражания. Учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, оно творит изменение человека. Если не изменяет, задумайся. Глубоко задумайся. Да вообще скажу, да я не открою рот мой, чтобы гундить. Я не открою. Я не буду говорить то, что не к сердцу Господа. Я буду говорить то, что Он говорит. Я буду молиться так, как Он мне говорит. Словом Божиим. И дальше, что же Он хочет возвещать человеческим сынам, окружению твоему? Следующий стих. Господь поддерживает всех падающих. Ты должен сказать это и показать. Выставляет всех незверженных. Ты даешь им пищу. Открываешь руку свою. Насыщаешь все живущее по логоволению. Близок Господь ко всем призывающим. Желание боящихся Он исполняет. Вопыль их слышит и спасает. Хранит Господь. Господь творит суд всем обиженным. Дает хлеб алчищем. Развержает очи слепых. Разрешает узников. Господь восставляет сагбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев. Поддерживает сироту и вдов. Тебя окружают люди, которые как раз нуждаются в этом. И ты им возвещаешь именно о славе Господней. Ты должен возвещать чудеса Господней. Выходи из этих ситуаций. Церковь, ты сегодня, ты сегодня, свет, ты сегодня маяк. На тебя обращают внимание народы. Куда они побегут, когда везде и всюду по всем средствам информации говорят о том, что уже, уже скоро, уже придет Господь. Вы знаете, я вам хочу сказать, на вас Господь делает упор. И дальше. Он когда людям всем уже говорит, что возвещаем, низверженных, отверженных принимает, насыщает, кормит и так далее. И после этого он вдруг увидел славу Господню. И следующий Псалом, он говорит, что посылает слово свое на землю, быстро течет слово. И хвалите Господа небеса, хвалите ангелы, хвалите солнце и луна. Он же переключился на все окружение свое. Он же хочет, чтобы не только он, но все окружающее славило. Он вдруг увидел, что солнце, луна, и звезды, и град, и туман, и снег, и холмы, и дерева, и звери, и всякий скот, и юноши, и девицы, всех хвалят Господа. Вы представляете, новая картина вдруг. Вдруг он увидел себя в могиле лежащем, низверженным, втоптанным, в грязь размазанным. Но вдруг он увидел, что все кругом за него, а не против. Слава Господня наполняет, слава Господня и укрепляет. Он говорит, славьте все, 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 все славьте. И я стала молиться, Господь, я вижу, как музыка нарастает, я вижу, Господи, как что-то здесь симфонии божественные. Господь, я знаю, что в музыке есть какое-то слово, которое определяет вот это нарастающее, вот это вот состояние. Я не музыкант, не знаю. Я позвонила лидеру профессионального и говорю, как это называется? Скрипачки, первая скрипка в оркестре Минского государственного академического симфонического. Никто говорит, да не знаю. Я говорю, Господи, ну так, я хочу проповедь, вот так, чтобы сказать вот это слово. Ну вот так будет классно. Я легла спать и слышу голос. Тихо так, Дух Святой, практикуйте общаться с Ним. Крещендо. Вау, я вскочила. Крещендо. Я открыла словарь и просмотрела. И вдруг я увидела крещендо. Это когда с низких тонн поднимается до высоких. Аккорды увеличиваются. Песнопение продолжается. Жизнь пьет ключом. Вот Господь хочет нам крещендо дать в жизнь. Но не пассивное. Это унылое, которое давит тебя и таптывает в грязь. Халилуя. Халилуя. А теперь посмотрите. Последние два завершающие стиха. Два завершающих псалма, которые просто здесь такие слова, что будем с танцами, с песнопениями, со всеми инструментами. Но я хочу сказать. Это Господь. Да буду словословие Богу в устах их и меч обоюду в руках их. Для чего? Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей и их вузы и вельмошек в оковы железные. Производить над ними суд писанный. Честь сия, всем святым его. Каким вельможам? Каким князьям? Ну, не нашим же правителям. Потому что наша брань не против против крови, а против властей, против мироправителей, против духов века сего, против сил тьмы. Вы слышите? И тот Давид, который сказал, что я в темнице сижу, в пещере в этой, стоптанной, размазанной, вдруг поменялся местами. Тот, который хотел его туда затолкать, он говорит, честь мне от Господа заключать вот этих вот бесов, господствующих в воздухе, в эти темницы. Ты должен их туда затолкать, а сам выйти, заключать их в железы, оковы железные. Аминь. Церковь Божия, ты согласен со мной? Учение классное, просто потрясающее. Просто поменяйся местами и затолкай их туда, чтобы не было места дьяволу в твоей жизни. Я сейчас хочу свидетельствовать. Я буду свидетельствовать вам. У меня в руках лежит вот такая бумажка, очень невзрачная. Я хочу показать ее. Телезритель ты, наверное, не видишь, но это история. В июне месяце, то есть ровно 17 лет назад. Несколько днями, еще нет 17, это было 6-го, 23-го июня. Я получила факс из Америки. Писал ваш пастор 17 лет назад. Ту Вера Максимова. Привет, Вера. Мы так с сыном общаемся. Пусть ваши дети называют вас дружески. Вы знаете, друзья, они вот так вот, вот просто. Очень жаль, что расстояние между нами делает пропасть непонимания. И плохая коммуникация дает невозможным прийти в единство веры и познание его. А на расстоянии, сын мой, нет преград. В расстоянии мы можем быть близкими, и мы близки очень. Но независимо ни от чего, я все равно помню и ощущаю, что во мне течет твоя неутомимая, творческая, неугомонная, вперед стремляющаяся кровь. Это пишет ваш пастор. Иногда я вижу наследственность, которая мне передалась от бабки моей Лаиды и запал веры от мамы Евники. Это значит я, Евника. А бабушка у него Катерина была. Жаль, что мы на разных берегах земли, но может быть это воля Божия. Аминь, воля Божия. Я соглашаюсь. Итак, он здесь пишет, что сейчас в церкви столько людей, все, мы здесь зарегистрировали Библейский центр, Новая жизнь, Министерство истиции. Библейский колледж за два года окончило около 500 человек. Из них на сегодняшний день 120 человек мы отправили в другие города, чтобы начинать церковь. В этом году мы планируем начать 40 церквей. Вот с этим письмом я присылаю карту. Есть огромная нужда, великая в здании церкви для в Алмате. Прошу вас и вашу церковь молиться за здание. И дальше. Слава Богу за новую жизнь. Итак, это было 17 лет назад. И я хочу сказать, вот что делает молитва. Вот что делает Господь. По молитве усиленная молитва праведников. Да вы в праведнике. Потому что сегодня мои глаза, не глаза другого, видят то, о чем вы молились. Это здание прекрасное. И не одно, а еще там какое. Хожу по тем залам. Просто Эрмитаж. Иисус Господь, слава тебе. И карта. Карта Казахстана. Посмотрите на эту карту. Здесь значки, что туда пойдут миссионеры. И еще звездочки, что уже там что-то началось. А теперь эти просто значки, кругляшки, стали звездочками. Потому что там взошла звезда утренняя. Господь Иисус. Аллилуйя. Церковь. Мы сейчас будем молиться. Потому что жив Господь. И Он не оставит нас. И не покинет. Потому что у Него есть светлое будущее для каждого из нас. Если Он позволил этим людям, которые находились в таких вот послесоветских вот этих всех дел, там вообще трудно разобраться. Вы приобрели это место. Вы насадили церкви. Вы здесь наполняете. Вы сюда приходите. Значит, нужно молиться. И не унывать. Поэтому Господь говорит, чтобы мы молились. И продолжали молиться. Ты увидишь в своей жизни чудеса. Увидишь. Мы сейчас будем молиться. Мы сейчас будем вставать и говорить Господу. Спасибо. Сначала будем благодарить за то, что Он вывел нас из этой пещеры. Мы жили в Казахстане и не знали света. Но пришел луч света Божьего Царства. И Казахстан засиял звездами. Где была тьма, там стал свет. Где был голод, там стал хлеб во имя Господа. Благословенное имя Господь. Давайте мы будем молиться и благодарить. Господь, благодарим Тебя. Возвешай голос свой. Я сегодня перед вами демонстрирую славу Господню. Этот исторический документ, который есть знаки, свидетельства. Это знамение, что это Господь с нами. Что это Он делает. Что Он научает руки нашей брани. Что Он расширяет шаг подо мною. И я сейчас говорю пророческое слово. Расширяйте шаг под собою. Расширяйте пределы шатров своих. Утверждайте колья. Не стесняйтесь, ибо вы разрастетесь налево и направо. Ибо жив Господь, на Которого мы умповаем. Господь, я благодарю Тебя за милость и благодать Твою, которая пришла к сынам и дочерям человеческим. Что есть Казахстан, что Ты помнишь его. Что есть мы, что живущие в Казахстане, что Ты посещаешь нас. Ты посетил нас, Господь. Посетил Восток свыше. Утренняя звезда взошла. Господь, пусть она горит в сердцах детей Твоих. Пусть, Господь Иисус, милость и истина Твоя не отходит во веки и веки. Пусть, Господь, благословения Твои во все сферы жизни, во все сферы жизни, духовные, душевные, физические, они, Господь, будут преуспевать в народе молящимся. Молись, церковь, и не унывай. Молись и поклоняйся Господу, ибо Он воздвигает бедных, бесплодную вселяет матерью в дом, посажает нищих с вельможами, умудряет простых сердцем, потому что Слово Его, утвержденное на небе, оно светильник на гетвоей. Прибывайте во мне, говорит Господь, и я вас пробуду. И если будете что просить, будет по Слову Твоему, потому что Ты будешь говорить Слово всемогущего Бога. Господь, вспомни Слово Твое, которое Ты повелел уповать рабам Твоим, чтобы они получили утешение в день бедствия. Мы молимся, продолжаем молиться. Аллилуйя, слава Господу. Я прошу, группа прославления, пройдите. Во имя Иисуса Христа, возвышай голос Твой. Мы сейчас будем молиться за отступников, потому что они ушли, они разочаровались, они остались в пещерах, и враг их загнал в могилу. Во имя Иисуса Христа, все люди, которые чем-то были обольщены, чем-то были разочарованы и напуганы, они, Господь Иисус, овцы дома Твоего, и Ты пришел спасти наипачи овец дома Израилева. Это Израиль Твой новый. И эти наипачи погибшие, они нуждаются, чтобы за них молились. Молись за них, молись и провозглашай освобождение. Выходите, измученные, на свободу, ибо Господь, Бог помазал тебя, отпустить и выпустить на свободу, пойти к пленным в долину тени смертной и вывести их в долину света во имя Господа, поднять их на гору, чтобы они туда не в низину эту, в эту преисподние места не спускались. Господь, утверди их, их утверди, Господь, светом Твоим, чтобы они очнулись. Я, Господь, не прошу, я не прошу им покоя, чтобы они не успокоились. Господь, пошли им переживания, пошли им в страх Божий, пошли им вспомнить, откуда они не спали, чтобы вернуться им в дом Божий, потому что в доме Божием много хлеба. Во имя Иисуса Христа мы заключаем этих духов злобы, которые опускаются, чтобы здесь обольщать, искушать, красть и убивать. Во имя Иисуса Христа я беру власть в духовном мире и беру эти силы злобы поднебесные и заключаю их в железные ковы во имя Господа до дня пришествия Господа нашего. Во имя Иисуса Господь, ты скоро придешь, Господь, ты освобожаешь проход для того, чтобы церковь восхитилась, но мы, Господь, хотим вместе с малолетними нашими, вместе с дочерьми нашими, вместе со стариками, с сынами нашими, мужами нашими, с близкими нашими, с соседями нашими, мы хотим пойти к тебе, Господь, небеса. Господь, благослови народ твой, благослови Господь благословением, Господь, пусть дух ведения, дух разумения, придет в каждое, свет откровения, свет откровения в каждую жизнь, в каждую судьбу. Бог мой и Царь мой, мы исполняем волю Твою, Господь, вспомни это слово, на которое Ты поверил нам убывать, оно нам помощь, Господь, мы сегодня говорим, оно нам помощь, Господь, Твое слово помощь нам, потому что Он есть утешение в бедствии во имя Иисуса Христа. Мы молимся за больных, мы молимся из раненых, душевно больных, с ранами, травмами и с физическими болезнями. Господь, пусть чудеса и знамения Твои придут в церковь, пусть освобождение придет, пусть эта церковь молящаяся получит дары Духа Святого. Эти знамения должны провожать ее, сопровождать ее, и тогда увидят, что есть Бог в Израиле, тогда узнает весь мир, что церковь победоносная, что церковь это, это, столб и утверждение истины Божией. Господь, если такой Бог, если такой Бог, который бы так был близок народу своему, и они не Боги, но Ты сошел с небес, чтобы приблизиться к нам, чтобы мы познали Тебя, и Ты так много благ имеешь на небесах, чтобы дать любящим, боящимся Тебя. Господь, благослови нас, благословением Твоим, мы нуждаемся в этом, Бог наш, мы нуждаемся, благослови душа моя, Господа, мы благословляем небеса, а сейчас вся церковь, благословляйте небеса, благословляем небеса, мы благословляем небеса, открывайтесь небеса, открывайтесь, мы ждем дождь поздний, изливайся дождь, мы ожидаем твоих благословений небо известной виновь или хлеб господь открой небеса мы ожидаем твоих благословений мы ожидали тебя господь аллилуйя слова тебе мы открываем сердце прямо сейчас открывай сердце свое потому что дочь благословения изливается на это место дождь благословения во все сферы твоей жизни. Дождь благословения, дождь благословения. Ресивит, ресивит, примите, примите, примите от Господа благословение, ибо Он хочет миловать, Он хочет благословлять, Он хочет являть славу, Он хочет показать всему миру через церковь свою величие могущества своего, чтобы возвещать от края до края земли, чтобы Бог, на которого мы уповаем, сильный Бог, чтобы спасать Господь, Ты сильный, Ты сильный Бог Израилев, Ты сильный Бог, Ты могучий Бог, Ты человеколюбивый Бог, Ты долготерпеливый, Ты многомилостливый, вот на кого мы уповаем, на Бога, который за нас, а не против, да придет благословение. Благослови душа моя Господа, благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его, Он исцеляет тебя, долготою дней наполняет тебя, избавляет от могилы душу Твою, во имя Иисуса Христа, принимай слово насаждаемое. Господь это слово, которое было получено, пусть Господи оно будет глубоко посеяно, это учение, молитвы пусть оно глубоко пойдет в сердце и даст свой всход, и даст свой плод, свое время. Господь, я благодарю Тебя, я хочу почтить Господь слово Твое, слово Твое. Ты сказал, Господь, что не оставишь нас, Ты сказал, не оставишь и не покинешь. Вот я с вами до скончания века, говорит Господь. Вот это слово, которое ты будешь читать, ты получишь из него, что Господь с тобой до скончания века. И Он не человек, чтобы лгать, и не Сын человеческий, чтобы говорить и изменяться. Нет, верность слова Его утверждено на небесах. Принимай, это авторитет Божий, это имя Господа, которое написано на этих страницах, но и в скрижалях твоего сердца. И закон Бога живого да будет написан на сердце твоем. Обновись духом ума, обновись, народ Божий, обновись, обновись, обновись духом ума. И не сообразуйся с этим веком, с веком кошмара, уничижения, с веком разочарования, с веком проблем. Но соединись с духом Бога живого. Аллилуйя, Аллилуйя. Господь, я молю Тебя, пусть придет обновление. Господь, новые чувства, новые мысли, новые песни, новое настроение, новое видение, новый уровень, новый, тот, который Ты, Господь, приготовил каждому боящимся Тебя. Господь, спасибо Тебе за Царство Твое. Спасибо, Господь, за людей Своих. О, благодать на благодать! О, примите благодать на благодать! Благодать на благодать! Благодать на благодать! Благодать на благодать. У Господа, когда Он что делает? Он делает все весьма хорошо. И весьма хорошо. А то, что плохо, это только временно, кратковременное страдание, чтобы явить безмерную славу в твоей жизни. Аллилуйя! 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 А теперь все вместе. А тому, кто действующим нас силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды и веки. Аминь! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Субтитры подогнал «Симон»